Десять лет после госпереворота. Куда завели Украину уличная демократия и печеньки Госдепа? Десять лет назад в Украине произошел государственный переворот. Цветы, хороводы и печеньки Госдепа вылились в кровавое побоище, насильственную смену власти и гражданскую войну. Так называемая революция достоинства свершилась. Чем она обернулась для украинского народа, сегодня отчетливо видно. Однако события тех роковых дней имели последствия не только для Украины, но и фактически для всего мира. Они спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт в Европе и привели к глобальным геополитическим сдвигам. Каков будет итог этих трансформаций, покажет время. Печеньки Госдепа и кровь Евромайдана. 21 ноября 2013 года в центре Киева начались акции протеста, получившие название «Евромайдан» или «Революция достоинства». Формальной причиной протестов стало решение украинских властей приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Данное соглашение ставило под угрозу экономические отношения с основным внешнеторговым партнером Украины – Россией. Поэтому в Киеве решили взять паузу. Вот что по этому поводу говорил бывший президент Украины Виктор Янукович. «Мы решили перенести сроки подписания этого документа в связи с необходимостью более глубоко проанализировать экономическую составляющую соглашения в контексте устранения возможных противоречий для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с Россией, отвечающего национальным интересам Украины». Стало ли это решение искрой, от которой вспыхнул пожар так называемой революции достоинства? Нет. Оно послужило сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины. Митингующие в Киеве разбили палатки на площади независимости и прилегающих улицах. Демонстранты скандировали «Украина, Ца Европа», водили хороводы и пели песни. А помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала участникам Евромайдана сэндвичи и пирожки. Впоследствии СМИ сравнили Нуланд с госпожой, приехавшей к туземцам с бусами, а печеньки Госдепа стали геополитическим мемом. На Западе активно поддерживали мирные протесты в Украине. Правда, спустя три месяца революция достоинства переросла в кровавое побоище. Романтический дурман Евромайдана окончательно развеялся 18 февраля 2014 года. В этот день протестующие попытались захватить правительственный квартал, но были остановлены силами правопорядка. На следующий день сторонники оппозиции начали штурмовать здания МВД и СБУ на Западе Украины с целью захвата огнестрельного оружия. Кульминацией Евромайдана стали события 20 февраля. В этот день в результате стрельбы на Институтской улице, по официальным данным, погибли 53 человека. Среди жертв были как протестующие, так и бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Дело о снайперах на Евромайдане до сих пор не раскрыто. В гибели людей обвиняют силовиков, однако украинские СМИ неоднократно публиковали данные экспертизы, которые свидетельствуют о том, что первыми жертвами стрельбы стали не протестующие, а сотрудники правоохранительных органов. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало свыше 100 человек, сотни получили ранения. 22 февраля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия президента Украины Виктора Януковича. Сам Янукович покинул Киев. Происходящее в стране он назвал «государственным переворотом». Пушки вместо диалога. После насильственной смены власти в Киеве назначили новое руководство страны. Исполняющим обязанности президента Украины стал Александр Турчинов. Следом в Киеве озвучили первые законодательные инициативы, направленные на ограничение прав русскоязычных жителей Юго-Востока Украины. В частности, был отменен закон, предусматривающий предоставление русскому языку статуса регионального в ряде областей страны. Это спровоцировало массовые протесты в Донецке, Луганске, Днепропетровске, Харькове, Одессе и других городах. Протестующие требовали проведения референдума о статусе русского языка и федерализации Украины. Первыми на проведение референдума решились крымчане. Это произошло 16 марта. На голосование был вынесен вопрос о вхождении полуострова в состав России. За присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей. А уже 18 марта президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образование в ее составе новых субъектов. Подчиняться киевским властям также отказались жители Донецкой и Луганской областей. Здесь было сформировано народное ополчение, и Киев вместо того, чтобы искать пути к диалогу, нацелил на Донбасс пушки. По сути, против своих же граждан. Украинские власти объявили о начале широкомасштабной антитеррористической операции с привлечением вооруженных сил. На Донбассе произошли столкновения между украинскими военными и отрядами ополченцев, которые постепенно переросли в масштабные боевые действия с применением авиации и тяжелой бронетехники. В стране началась гражданская война, а люди, которые еще вчера жили в одном государстве, строили общее будущее, чтили свою историю и традиции, верили в одного бога, в одночасье оказались по разные стороны баррикад. В апреле 2014 года власти двух регионов объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Далее, в мае 2014 года на территории областей состоялись референдумы о самоопределении. В Донецкой области за самоопределение проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской – 96,2%. Сразу после этого был объявлен государственный суверенитет двух республик, принятый Конституцией. Украина независимость ДНР и ЛНР не признала. Вооруженный конфликт продолжился. На протяжении восьми лет предпринимались попытки дипломатического урегулирования ситуации на востоке Украины. Была сформирована трехсторонняя контактная группа по мирному регулированию с участием представителей Украины, России и ОБСЕ, а также нормандская четверка, куда вошли руководители Германии, России, Украины и Франции. Беларусь, которая в свое время вдоволь надышалась едким дымом войны, одной из первых предложила свою помощь в разрешении конфликта. В сентябре 2014 года в рамках контактной группы был подписан Минский протокол. Спустя полгода, в феврале 2015, на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета безопасности ООН. Столица Беларуси стала площадкой для регулярных встреч представителей трехсторонней контактной группы. Тем не менее, на практике переговоры затягивались, положения договора не выполнялись, постоянно нарушались условия перемирия. За восемь лет война унесла жизни около 14 тысяч человек. Многие стали беженцами и вынужденными переселенцами. Украина также ввела полную экономическую блокаду Донбасса. Так, украинское правительство прекратило выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий Донбасса. С 2017 года Киев полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР. Ситуация серьезно обострилась осенью 2021 года, когда страны Запада увеличили военные поставки в Украину, в том числе летального оружия. Участились обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. На фоне эскалации в феврале 2022 года началась эвакуация населения ДНР и ЛНР на территорию России. В обоих регионах была объявлена мобилизация. В это время главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов. И Россия признала. Это произошло 21 февраля. А еще через три дня, 24 февраля, в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса, Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Запад готовился к прокси-войне. Минские соглашения должны были дать шанс украинцам вернуться к мирной жизни. Но не хватало главного – воли к миру. И если нежелание Киева выполнять условия минских договоренностей было очевидно практически сразу, то оппозиции Запада, желающего лишь выиграть время для будущей прокси-войны с Россией, стало известно гораздо позже. В опубликованном 7 декабря 2022 года интервью газете Die Zeit, экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время. Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не современная Украина, заявила Меркель. По ее словам, всем было ясно, что конфликт в Украине был заморожен и проблема не решена. Однако в то время страны НАТО не могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это сейчас. Вслед за Меркель бывший президент Франции Франсуа Аланд назвал минские соглашения способом оттянуть время и дать Украине возможность подготовить армию. При этом Аланд заявил, что не рассчитывал, что президент России Владимир Путин будет соблюдать эти соглашения. По поводу российской спецоперации Франсуа Аланд сказал, что переговоры между Россией и Украиной должны привести не просто к перемирию, а полному и долгосрочному урегулированию конфликта. Он допустил, что минские соглашения могут быть возрождены и стать юридической основой для новых переговоров. Войны в Украине нужно и можно было избежать. Меркель и Аланд фактически признали, что Запад планомерно готовился к прокси-войне с Россией и в итоге добился желаемого ценой жизни сотен тысяч людей. На этом фоне слова Аланды о том, что минские соглашения могут быть возрождены, звучат особенно цинично. А ведь все могло сложиться иначе. В августе 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью известной украинской журналистке Диане Панченко. Белорусский лидер тогда заявил, что войны в Украине нужно и можно было избежать. Лукашенко отметил, что в свое время фактически находился в эпицентре событий и способствовал коммуникации между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Белорусский лидер напомнил, что по Минским соглашениям необходимо было законодательно оформить особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там местные выборы. Вам абсолютно откровенно говорю то, чего вы не знаете и никто не слышал. Мы обсуждали эти вопросы с Порошенко, с Путиным. Не втроем, а по отдельности. Но мне запомнился разговор с Путиным. Я ему говорю, слушай, хороший вариант, а почему бы нет? Для того, чтобы постепенно в течение года двух-трех эта территория не была спорной и прочее, как это тогда было. Однако Порошенко отказался проводить эти выборы. Порошенко мне так говорит, а чего я проведу выборы? Они будут проходить под контролем России. Я ему говорю, Петро, ну хорошо, этот год якобы они будут проходить под контролем России. Это же мы можем договориться, оговорить. И я им предложил, я проведу там выборы, я буду делать так, как вы договоритесь, Путин-Порошенко. А я уже буду проводить, как вы решите. Порошенко отказался. Путин был на все согласен, рассказал глава государства. По словам Александра Лукашенко, если бы тогда это реализовали, то все было бы тихо и спокойно. На соответствующих территориях ходила бы украинская гривна. И в целом регионы и границы с Россией были бы под контролем Украины. Донбасс вернулся бы в Украину на правах автономии, уточнила Диана Панченко. Фактически. Но он, Петр Порошенко, боялся, что там выберут не тех, подтвердил президент. Я вам говорю откровенно, что там разговор такой был. Ну хорошо, не тех в этом году, но ты здесь закрываешь границы. Это внутри все Украины. Не тех выбрали. Люди же выбрали. На следующий год выберут тех. Вот такой шел разговор. И тогда надо было решать этот вопрос. Более того, минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти минские соглашения. Но они не соблюдались. И я понимаю, что никто их и соблюдать не собирался. Отвечая на уточняющий вопрос, а собиралась ли Россия выполнять минские соглашения, Лукашенко сказал, что 100%. Вы ее не можете упрекнуть, что она не собиралась. У вас нет фактов для этого. А то, что Украина не выполнила минские соглашения, куча фактов. Если бы Янукович остался в стране. В 2021 году, накануне 30-летия независимости Украины, экс-президент Виктор Янукович выступил с обращением к украинцам. Он заявил, что госпереворот 2014 года не был результатом мягкости властей. Он был предопределен реализацией проекта «Украина как анти-Россия». И если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места, сказал экс-президент. Янукович признал, что им были допущены ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поисках лучшей жизни. Ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов, сказал Янукович. По мнению экс-президента, главной ошибкой в 30-летней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд, безобидная «хто не скачет, то и москаль», призванная помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалась сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней. К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, к глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиций, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов. Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства. А жителям Крыма отказывают вправе считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости, заявил Янукович. Сегодня многие задаются вопросом, как могли развиваться события в Украине, если бы Янукович остался в стране. Своими размышлениями на эту тему поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Я думаю, что власть в Киеве они бы все равно захватили. Но если бы Янукович организовал Юго-Восток и остался бы на территории Украины, то у нас были бы очень хорошие позиции. Я имею в виду те политические силы, которые до этого участвовали в управлении страной. У них были хорошие шансы на то, что в течение переговоров был бы достигнут реальный компромисс, который повторил бы соглашение, подписанное 21 февраля – соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине. И мы могли бы добиться серьезного успеха с точки зрения наказания тех сил, которые способствовали госперевороту», – рассказал Азаров в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта. Как отметил украинский экс-премьер, Восток Украины – это основной промышленный центр. Кроме того, в этом регионе сконцентрирована значительная часть населения страны. У нас были бы хорошие шансы, считает он. Азаров добавил, что в 2004 году, после первого украинского Майдана, он тоже думал об этом. «Когда в Киеве, собственно говоря, осуществлялся такой же переворот, я думал, почему бы нам не уехать в Днепропетровск или Донецк и не совершить те же самые действия, о которых я сейчас говорю. Но история не знает сослагательного наклонения. Получилось так, как получилось». По мнению Азарова, Януковичу во время событий Майдана нужно было действовать решительно и защищать власть, которую ему доверил украинский народ. «Я виделся с Александром Григорьевичем Лукашенко в декабре 2013 года. Он приезжал в Москву на саммит Еврозес. Янукович не смог туда приехать, и вместо него в этом саммите участвовал я. Мы нашли время, сели, и он сказал, «Передай Януковичу, пусть дурака не валяй, действуй серьезно. Ясно было, куда дело идет. Я поддержал эту точку зрения и передал Януковичу, что так и нужно действовать», — сказал Николай Азаров. Экс-премьер Украины уверен, что во время переворота украинскому руководству нужно было защищать власть, которой ему доверил народ. «Народ эту власть доверил на выборах, все было законно и легитимно», — подчеркнул он. Азаров отметил, «Очень хорошо, что в Беларуси не допустили повторения сценария, который был реализован в Украине. Если бы события развивались так же, как и в Украине, в Беларуси все было бы гораздо хуже. Трудно даже представить, что было бы с народом Беларуси. Поэтому очень правильно, что белорусское руководство заняло такую позицию», — заключил бывший премьер-министр Украины. Джонсон сказал «просто воевать». Саботировав Минские соглашения, Запад точно так же выбросил в урну стамбульские договоренности. После начала российской спецоперации в 2022 году вновь были предприняты попытки сесть за стол переговоров. Александр Лукашенко лично вел переговоры с лидерами Украины и России с целью остановить боевые действия и дать миру еще один шанс. В итоге на территории Беларуси удалось провести несколько раундов переговоров делегаций Российской Федерации и Украины. Затем стороны провели очную встречу в Стамбуле. Казалось бы, все еще можно отыграть назад ради мира и общего будущего. Однако украинская сторона в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Почему Киев предпочел войну, стало известно в конце минувшего года. Лидер правящей партии в Украине, слуга народа Давид Арахамия, в одном из своих интервью признал, что от подписания мирных договоренностей украинские власти отговорил британский премьер. По словам Арахамии, с самого начала конфликта Россия добивалась, чтобы Украина оставалась нейтральной и не вступала в НАТО. Если бы Киев согласился, то конфликт был бы остановлен еще весной 2022 года. Однако в то время в Украину приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал украинским властям ничего не подписывать с Москвой и просто воевать. При этом лидер фракции «Слуга народа» уверен, что как только Украина предложит сесть за стол переговоров, Россия сразу же согласится. Тема стамбульских договоренностей была поднята во время интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Касательно переговоров в Турции, Путин сказал, что на Западе призывали Россию создать условия для окончательного подписания соглашения о мире. По этой причине Россия приняла решение отвезти войска. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась и так, как она выглядит сейчас, заметил Путин. Президент Российской Федерации напомнил, что диалог Москвы и Киева имел хорошие результаты. Однако Зеленский сам подписал документ о запрете любых переговоров с Россией, чем показал неготовность к диалогу по урегулированию конфликта. Но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Задал вопрос Путин. По его словам, украинское руководство отказалось от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона. И властям США следует самим исправить эту ошибку. Однако надеяться на то, что американские власти проявят заинтересованность в деэскалации ситуации, было бы наивно. О мирном урегулировании украинского конфликта на Западе практически не говорят. Зато активно обсуждают возможность развязывания Третьей мировой войны. Ради своих геополитических целей Вашингтон готов затянуть воронку конфликта новые страны Европы, сделав из них вторую Украину. Для американцев это способ удержать ускользающее мировое господство. Для европейцев курс на самоуничтожение, для Украины горькая правда, а для остального мира ценный урок на будущее.